всем привет вы на канале бензоремонтник сегодня будем производить ремонт мото косы темп коленчатый вал шат видно да колодок нету накладок надо менять полностью и колодки сами всему труба может даже и бак да амортизаторы сумки мартизаторы ружья курок газа это пружина выскочила начнем четверочка ключик будет начало снимать крышки право-лево так сразу просим извинения думаю немного будет это камера шататься так камеру держим в руках на штатив поставить представляется возможным так как надо будет показывать одну то другую деталь и нужно камеру держать только в руках это долгий трубу емкий процесс и руки давай ставь ого даже подпыль его на трех и интересно в заслонку смотрите я дырку в заслонку сделаю неоднократно предупреждаем не умеешь не лезть дай пускай делают люди вам обойдется это дешевле потому что там спортили там поломали там залезли никуда надо так что у нас тут и жди да ладно хотя рекомпрессия есть або царапаны да самое основное окно это у нас метла чтобы засасывать бензин все они сами конечно сделали тоже стакарно но на все случаи жизни можно все снимать дырок хватает хоть на 3 2 и на бензопиле и на бензокосе на всем это на всякий случай что порой мы верхние мертвые точки поршень чтобы не прокрутил коленвал если тут держать другой стороны то каленвал можно прокрутить разорванным атаковать в разные стороны коленвал коленвал висыпался по ходу ударила иголка по ходу так что оно тут тормозило это мне тормозило наверное что интересно коленвал висыпался такого пусть не немало учебники разбитие блю-блю-блю-блю так 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 продолжаем короче разборку бубишечку поршень может переломали да нет вот и так бубишечку разбило так напрямую в гору да может палец по ходу алюминий вот кольца так как львы не заводские стоять фух разобрал конечно переразборки цего а тут дивись кусок сепарата немае иголка я кодов на конвертах Косок улобало, вот его потолкло, пожевало и выплюнуло. Ну, вот сюда, что я выломал. Упало оттуда, в картер. Вот, потому что оно сделало кусок. Можно проиграть похоронный марш. Как палец изъяло, гляньте. Наверное там, где пошин стыкуется. По ходу сепаратору то був приклинул, иголка она заклинула. И его шурвало чисто в поршни. Да, его чисто шурвало. Вот кусочек иголки, который выпал. Кстати, тут тоже кусочек, не вся половинка. Ну, рассыпался внутренний сепарат. О, тут хорошо, вала за зусим. Блин, надеюсь, тут не выявилось сильно. Рассыпались иголки и сделали каку. Да. Кстати, токар, мы продолжим нашим болтиком. Видео я смотрел несколько штук. Чистка карбюратора. Люди, не смотрите видео, где накачивают насосом, компрессором. Мы покажем вам, как надо чистить карбюратор. Карбюратор надо чистить вообще, можно сказать, с любовью. Так, ну что, красоту не знаю, сильно она будет, не сильно. Ну, в следующих видео, я думаю, мы тоже покажем, как настраивать карбюратор на бензокосе. Правильно, здесь несколько перегулировок. Ну, короче, после сборки, по моим компрессорам. По-наружи. Там все равно, самая главная внутренняя часть. Червесно. На этой стороне не отберешь зубами, значит, чисто отщупилась. Потому что задняя сторона только намазала. Ну, гермите их нормальные. Да-да. Тоже, наверное, у нас покупали. Таких, как фиксатор. Зубами не отберешь. Все. Выпал. Если дюшень зубами не вытянешь. Ну, подчерник должен выдаваться и так. Всегда, когда устанавливаете сальники, нужно подтягивать пружинку. Дайте-ка так, чуть-чуть. Крутишь его, и она укручивается. Делается коротшая пружинка. Коротая пружинка Лучше подтягивает внутреннюю часть сальника. И создает более высокую герметичность. Ну, в нашем случае, что тут супер длинная пружинка попалась, а? Я ее подкрутил, надевал, а у нас все равно западали. Так. Так. Я хочу обрезать ей. Можно обрезать. Длинная, да? Да страшная. Ну, так бывает. Новый сальник. А пружинка длинная. Ага. А пружинка длинная. Так. Так. Он идет. Один плюс один. Он идет? Ровно два. Так. Пробуем. Ого. Огонь. Огонь. Лучше, чем заводская, я бы заводская шесть. Так. Огонь. У нас тут сальничок со смазкой. Специальной. Тут... 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 Да видно, видно. Ой, наверное, полностью видео не выдержит никто, что посмотреть. Может на два разделить? Да. Разборка и сборка. Мы, наверное, разделим его на два видео, потому что очень долго. Может, кому-то именно собрать только надо, а кому-то разобрать, как правильно. Так. Все. Чтобы вы не искали, для вас лучше всё было удобнее камеры. Немного есть, небольшое углубление. Таркатывается только наружной частью почерника. Внутренняя часть. Нормально держать или на фиксатор надо сидеть? Садись, нормально. Садись, только мисс. Всё. Нет, нормально. Тогда сидеть плотно. Всё. Вот так, как с одной стороны есть. Так, устанавливаю наставочку, чтобы его посадить именно в перты. Если хочется, чтобы уже сальник наверняка садил там, чтобы не выпрыгнул, можете фиксатором резьбы по кругу проклеить. При сборке этого именно. Можно солидолом, можно масляцом смазать. Да. Как уже посадили потом. Вначале желательно не надо. Было бы... Кстати, недорогое, но очень неплохое масло садку. Мы лично с вами таким пользуемся уже года, года. Оно отлично предохраняет все механизмы и узлы и агрегаты бензокосы. И бензопилы также. Вот стирание. Это нас тут слабо садил, да? Всегда его рекомендуем, масло неплохое. Нормально сел. Кто использует герметик абрусский, желательно обезжирить. Бо в герметике такие теряться не будет. Абрусский не будет? Самый абрусский не поганый герметик, но попробуй на этой оригинальной. Я, мабуть, уже на фирме оригинальной не маю. Часто задают вопросы такие глупые. А есть у вас оригинальные запчасти? А чьи у вас запчасти? Так а чьи они могут быть? Если 99% всё китайское. То коса. У меня российское коса. Хорошая. У меня белорусская. Да я ведь год назад брал. У меня российское Росте. Прокладочки. Накибай, накибай. Прокладка в любой стороне надевается. Симметрично. Хоть дырку наверх, хоть дырку наверх. Угу. Все равно будет дырка. Слово так, дырка интересная. Так. Так. Попадаем. Так. Попадаем. Я сильно право лево дырку. Ой. Опа. Одним дублем. Руки трясутся. Руки трясутся. Так уже больше часу держу. Так. Все. От шестерки. От шестерки. От шестерки. От шестерки. От шестерки до тридцать шестой резьбы. Отакий у нас полимерный. Хоп. 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 Так уже подтянули. Затягнули. Тоже жалкий на нахрест. Смазав сальник. Коли впихав коленвал, коленвал окрестно смазався. Тепер коленвал будет по мокрому сальнику ходить. Все. О. Нормально. Все. Огонь. О. Уже компресія есть. Компресія. О. Забудьте споказать. Спешу трохи. О. Стояв коленвал. 40-й поршень. Так. Видно? Ні? Так. Не шевелите. Отак. 40-й. Поставили. 44-й. О. 44-й. Оператора не мог найти. О. О. Старий коленвал. Сепаратор не входить. Тому що він більшого діаметра. А в 44-й. Сепаратор входить. Тут получается сильніший сепаратор стоїть. На цьому стояв менший об'єм поршневой. Сепаратор менший. І то розшевучило. Розбило його. Так що наверх по-любому ставить мощний. Стрелкою. На коршні ставлються на выхлоп. Вихлоп на нас с тієї сторони. Тут резьби немає. Придеться наверно перережати. Все. Так. На вихлоп. Коска раз туда. Хоп. Стараюсь замками. Получиться до карбюратора. Так. Кольця трохи всегда растягиваем. Кусочок. Видно. Надкусим. Трошки оставим. Можно было. Взять вот так вот. Плоскогубцем. Вставлять. Так. Випедувайте. Если б я. Торец пальцем. Соберу веру. Тянувся. Чтоб видно было. Видеосъемка любительская. Так. Тут кусочек. И тут кусочек опять. Подрезаем. Уже геометик трохи. Чуть застыл уже. Даже трохи уже. Стыл хорошо. Тряпку тиши. Пальцем поднимаю. Это и есть у нас. Прокладку. Так. Убросываю. Вхать трохи. Прилипну. Тоненько. Толстый слой наложать не обязательно. Или чем-то другим. И по чуть-чуть заливаем фиксатор резьбой. Немного только. Чуть-чуть. Кольца ставлю напротив замки. Вот так вот. Потом. От выпуска ноги. От выпуска ноги. Больше надеваем цилиндром. Получается как надевает. И у вас в руках будет накасаться. Прокладка с герметиком. Но тут чисто будет. То есть не будете замазываться. И герметик не сдерете. То, что там его нет. Потом посадите. Старайтесь как максимально точно. Напротив. Отверстий попласти. Фиксатор. Капаем. Под самую шляпку. Внутри можем показать другую. Разборка. Новое название. Но в принципе тот же самый. Да. Но тут в частности не перешли еще. Фиксатором резьбы намазали саму шляпку цего болтика. Чтобы в конце как мы затянем. Чтобы оно было дополнительным гровером. Ну как приклеилось. Чтобы не отпустилось. Типа гровер. Да. Так. Если в саму резьбу намазать. Багато фиксатора. То можно этот болт потерять с кинцем. Он там обирается. И все. По-другому его высадить. А так он только держится. Под самую шляпку. И вот. Просто. Чтобы его открутить. Надо бы просто фиксатор зервать. И все. Так. Желательно тоже затягивать. Посильнее. Тоже. В принципе. Напросто. Так. Оп. Вот. Пульсово желательно. С цилиндра стекла. Если цилиндр у вас черного цвета. Чтобы герметик хорошо проклаивался. На самого металла. То есть. Не то, что не пульсовое напиление. Тут в принципе. Фиксатора не было еще ни разу. Тут можно сильно не опасаться. Что можно. Лучше волки. Мы намажем. О. У нас осталось трохи. Пространство. Напильник не перелягает. То ничего страшного. Тут. Самое главное. Чтобы это. Это. Импульсное самое главное. Чтобы перелягало. И чтобы между вот этим окном и импульсным. Тут. Обязательно перелягало. Так как ты будешь перепускать воздух. И карбюратор просто не будет закачивать топливо. Пу-у-у-у. Торопись. Пу-у-у-у. Импульсное ответствие должно быть честным. Пу-у-у. 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 Пум. Вот так мы его по-честному. Пу-у-у. Тут. Пу-у-у. 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 В принципе. Затягивать надо. Максимально. Псельно. Но за усыльем. Чтоб. Наразовить его. О. Можно лук обломать. Пу-у-у. Пу-у. Пу-у. Пу-у-у. Пу-у. не сидеть, так как она при заводке затягивается по себе каждый раз, ну трохи капну. Так как коленвал новый, на нем еще немало чексатера. Представим бы коленвалом можно было бы ничего не вмазать. Шайбу мы подклавли, чтобы чашку душе поднять в гору. Сейчас мы возьмем стартер, если его найдем быстро, начнем. И проверим зацепление. Ставим на тверстие, тянем за верюшку. Зацепление очень маленькое. И за то, что очень маленькое зацепление, стартер ходить не будет, его просто обеда. Откручиваем назад. И еще берем одну шайбу, подкидаем. Шайбу берем сцепление. Из собственного зипа. Сцепление. Кидаем еще одну шайбу, закручиваем. Так. Шукаем верхнюю мертвую точку. Або просто так дивимся, чтобы цилиндры пошли перекрыв випускное отверстие. Пока еще цилиндры не переключены. Берем наш тросик. Желательно, конечно, тоньше использовать. Такий, как мы. Мы здесь все посеяли. Скоро придет новый. Будем новым использовать. Что даже был недавно новый? Не знаю, здесь. Чувся. Здесь будто заруб. Так, все. Берем. Самый первый, самый старый. Да, уже 8 год, можно сказать. Затягиваем. Тоже так стартер. А у стартера. А у стартера. Маловато намекает зазор все равно. Должен зазор дать быть миллиметров 5. А так как нема такого зазора, мы должны не было бы еще раз подкласти. Но так как у нас гострый даже усик, есть шанс, чтобы оно как нацепиться, что уже общее начипывается. Оставим его как есть. Так, оставляем как есть. Ставим скорее стартера. И со стороны карбюратора верхней. Можно немного постукать, чтобы залезло. Ну вот так быть нельзя. Не, так можно. Сильнее нельзя. Чтобы его не сдвинуться. Все. Маховик севший. Промазываем. Трохи. И промазываем гайку. По наружи. И лишь бы не взорвать рецепт. Какой он был перец. А сначала ставляется шойбой. Дереться, ставили мощную поршневую. Она стояла алюминиевая колодка. Так как она слаба была поршневая, не хватало мощности. Ставим мощную поршневую. Ставим колодкой металлической. Больше вес будет. Больше центра. Больше сила будет. Так. Змазываем трохи фиксатором. Оп. И колодки же надо ставить не как попали. Они же там ставятся одной стороной. Так. Хоп. То, что при центру бежной стиле, если их неправильно поставить, то их будет клинить. На рисована стрелка. Куда колодка, где они крутятся. Вот так вот. Ставим колодки. На шайбе. А и как всегда. Под головкой обалдел. Промощаемо рыхленную шайбу. На 8. Или можно сказать, как гнута, пьяна, как только называют. Гнута шайба. Ну все. Пружинную можно сказать. Пружинная шайба, мне кажется, самая верная будет. Колодку трохи переподняли, чтобы попасть в фаску. Все. Теперь подкручиваем. С чувством. Только почувствовали, что она трохи реально вперлась. Все. Становка. Вирвать можно резьбу на раз-два. Бачите. Катушка терла. Установка заживания. Да. Ну. В принципе, здесь такого сильного. Ну. Стандартная прокладка, чтобы была паранитова. Ставим зверху. Ставим просто зверху. Магнитом его прижимаем. Так. Болтик намазаем. Целый капец. Обильно. Минус. Так. 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 Лишь бы головной скульптой. Все. Потом просто пролытайте маховик. Вон отходы. И все. Валя. Зазор установлен. Зазор не стоит. Стоит равномерный. Красиво. Да. Так. Немного движения можно пробовать заводить. Так что предупреждаем, что здесь нужно затягивать с чувством. И обязательно, ну, нужно так рассчитать, чтобы и хорошо было затянуто. Я это еще раз покажу. Вот где откручиваются болты. Чтобы было и хорошо затянуто, и, как можно сказать, и не очень хорошо, чтобы не разорвать. И желательно там всегда садить на фиксатор. Потому что самая большая болячка, что выбивает, вот здесь выбивает прокладку или под низом выбивает прокладку. И когда прокладку выбивает, коса перестает заводиться. Дергаешь, дергаешь, она не заводится. Бензину залил под свечу. Раз, залилась и опять заглохла. Это может быть самая первая причина, первый признак того, что прокладка здесь соскочила или сам диффузор сломался и подтягивает воздух. Но, сами согласитесь, что воздух легче ему потянуть сбоку, чем с карбюратора бензина. Да, богатую прокладку ставлю так. Ну, серьезно, да, есть, конечно, плюсы. Но лучше, конечно, поставить вот так. Первый болт нужно прикрутить, последний, да, маленький. Так как потом его тяжело будет попасть. Чуть-чуть самое главное. Так, со стороны карбюратора может не мазать, не имеет смысла. Без вариатора. Да, обязательно вариатор надо прикрутить. Секунду, рекламная пауза, надо глянуть, что нашими дровами. Так, уже почти перегорели, потому что пластика нету, перегряется двигатель. Тут и разрегулировано. В принципе, я так понял, ее уже тут хорошо крутили везде. Сейчас разрегрировать то пар карбюратор, перечистить. Надо, наверное, мыть. Да. Ну, работает нормально. Так, ну вот мы доделали бензокосу, надели на нее пластик. Почистили карбюратор. Потом мы сделали ручку газа. Теперь ручка газа работает. Хорошо видно, что здесь вот желтая. Куров желтый выбросили. Нерабочий. Так, что еще сделали? Ага. Бронепровод вытащили. Вот кусок с него. Кусок с бронепровода. Вытащили бронепровод. Другой поставили, новый. Ну, и все, да? Ага. Теперь будем заводить и покажем, как она работает. Заводи, Максим. Заводи, Максим. Заводи, Максим. Сильно газовать не будем, но она на обкатке. Вибраций вообще немало, просто не прыгаем. Идеально работает. Все. Заводи, Максим. Заводи, Максим. Заводи, Максим. Заводи, Максим.